Музыка Открывая свой бизнес, нужно продумать огромное количество вопросов. Один из самых важных – бухгалтерия. Чтобы все документы и отчеты вашей компании были в порядке и в надлежащем виде, нужен опытный и грамотный специалист. Но где его отыскать? Чтобы не тратить на это время, можно обратиться в стороннюю компанию, которая осуществляет бухгалтерское обслуживание по аутсорсингу. Какие обязанности на нее возлагаются? С этим вопросом обратимся к директору одной из существующих в Самаре подобных фирм. Бухгалтерское сопровождение необходимо любому человеку, который решил организовать индивидуальное предпринимательство, закрытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью. Организации, которые оказывают бухгалтерские услуги, как и другие предприятия по оказанию услуг, имеют совершенно разный уровень качества. Поэтому необходимо определить этот уровень и выбрать именно то, что необходимо. Определиться с наличием бухгалтера или заключить договор с бухгалтерской фирмой вам надо до того, как вы решили вообще открывать свою фирму или ИП. Потому как в тот момент, когда вы определились, что да, я хочу заниматься вот таким видом деятельности, вам нужно открывать фирму, нужно ее зарегистрировать, вам нужна будет учетная политика, налоговая политика. И вот тут вам нужен будет грамотный бухгалтер. Как вы его найдете? То ли вы найдете где-то со стороны, то ли вы определитесь и обратитесь в какую-то компанию. Вам обязательно нужно прислушаться, что вам говорят. Обратите внимание, что если только бухгалтер или фирма, которая занимается бухгалтерским сопровождением, то есть менеджер, который в этой фирме, говорит о том, что... Самый большой минус – это, если уставный капитал, вы внесите основными средствами или материалами, и это выгодно для вас, поворачивайтесь и уходите от этого бухгалтера или от этой фирмы. Обращаясь в ту или иную компанию, за бухгалтерской помощью необходимо выяснить все финансовые тонкости. Первым критерием при выборе должно быть местонахождение, чтобы можно было быстро и оперативно решать вопросы по бухгалтерскому сопровождению. Причем лучше всего работать с центральным офисом, а не с его филиалами. Также необходимо проверить, совпадает ли юридический и фактический адрес компании. Еще один критерий отбора – предварительный список оказываемых услуг. Чем шире их область, тем лучше. По бухгалтерскому обслуживанию достаточно большой перечень услуг, начиная с того, что открытие фирмы, регистрация ее во всех фондах. Несмотря на то, что у нас считается, что регистрируют фирму в одном окне, то есть вы подаете в налоговые документы, и со всех фондов социального, с пенсионного вам приходят письма, со статистики о том, что вы зарегистрированы. Практика показывает, что это нужно будет самому отслеживать. Это обязательно. Обязательно предоставьте ксерокопии документов в эти фонды, чтобы могли спать спокойно, чтобы вам дали номер, который присвоен вашей фирме, и чтобы именно на этот расчетный счет вашего номера поступали те налоги, которые вы будете платить. Выбрав нужную и надежную, по вашему мнению, компанию, необходимо грамотно составить договор на оказание услуг. Здесь важно четко прописать обязанности и ответственность сторон. Обязательно просите, чтобы в этом договоре было, помимо того, что будет сохранена ваша коммерческая тайна, потому что все документы будут у них, то есть люди будут знать всю вашу подноготную. Помимо этого должна быть финансовая ответственность за полную, например, сдачу отчетности. Если человек ответственный за вашу фирму в этой фирме, какой-то менеджер не вовремя сдал отчет, то фирма обязана оплатить ваш штраф. Это не ваша проблема, это головная боль той фирмы. То есть финансовая отчетность должна быть вовремя сдана. Документы должны быть правильно оформлены. Стоит отметить, что при сотрудничестве с компанией по бухгалтерскому сопровождению вы экономите свои средства, поскольку вам не нужно тратить деньги на оклад и премиальный штатному бухгалтеру, соответственно и на налоги, а также на аренду помещения для него. Однако обращаться в подобную компанию или нет – решать вам. При выборе компании по бухгалтерскому сопровождению отдавать свое предпочтение следует лишь тем организациям, которые зарегистрированы в установленном порядке и имеют свой собственный офис с юридическим адресом и городскими телефонами. И при оформлении договора на оказание услуг тоже необходимо учитывать все тонкости. Желаю вам удачи и прибыли от вашего бизнеса, если он, конечно, существует. До встречи у экранов. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова